Четвертый транш кредита перечислен Беларуси Евразийским Банком Развития. Его размер 300 миллионов долларов. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская о целевом использовании займа. Наталья, добрый вечер. Какова общая сумма кредита и на что будут направлены эти деньги? Добрый вечер, Сергей. Речь о сумме в 2 миллиарда долларов. С учетом очередного транша уже получен 1,4 миллиарда. Деньги идут в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране. Решение о предоставлении очередного транша принято на основании выполнения страной всех условий, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение. В марте прошлого года Минфин Беларуси Евразийский Банк Развития подписали соглашение о предоставлении кредитных средств на поддержку программы преобразований в стране. Тушенки на прилавках магазинов стало больше. После ввода ограничений на поставки говядины в Россию, отечественные предприятия отреагировали на запреты изменениями в структуре производства. На начало месяца запасы консервов выросли в 2,5 раза от среднемесячного объема выпуска. Помимо консервов стали больше производить колбасы, плюс 90 тысяч тонн с начала года. Выросла и выручка от экспорта этой продукции. 15 миллионов долларов за колбасу и 12 миллионов за консервы. В России подорожал рис. Из-за непогоды сократились посевы. В нашей стране доля российского риса примерно 5%. Так что скачок цен белорусы вряд ли ощутят. Конкуренция на этом рынке довольно высокая. Поставщиков риса в страну много, и это основной сдерживающий рост цен-фактор. В магазинах Минска цена на рис колеблется в пределах 2,5 рублей за упаковку. В азиатских странах рис тоже дорожает. До нас волна докатится к сентябрю, когда у поставщиков закончатся старые запасы. 30 тысяч иностранцев за полгода воспользовались безвизовым режимом, чтобы посетить нашу страну. Ежегодно увеличивается число отдыхающих из России и Европы, которые хотят почувствовать азарт настоящей рыбалки. Качество улова напрямую зависит от плодотворности водоема. По статистике ежегодно любителями рыболовли извлекаются из водоемов приблизительно 7600 тонн рыб. Платная рыбалка в Минской области стоит 20 рублей за световой день. Ночью тариф такой же. Сезонный абонемент на 10 суточных рыбалок обойдется в 200 рублей. Максимальная норма выловок 5 килограммов. Все, что свыше, оплачивается дополнительно. Торговые предприятия столицы к предстоящим праздникам подготовились основательно. Расширен ассортимент продукции, предусмотрены акции со скидками и распродажами. Так, в крупных универмагах столицы можно купить обувь и трикотажные изделия на треть дешевле от первоначальной цены. На 25% дешевле можно будет купить непродовольственные товары и 10% от цены сэкономить на продуктах. По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже евро продолжил дорожать. Сегодня плюс копейка. Курс на завтра 2 рубля 20 копеек. Доллар упал на 0,07 копейки и на финише торгов стоил рубль 93. Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,5 копейки. Сейчас его покупают и продают по 3 рубля 27 копеек за сотню. Таковы основные деловые новости четверга. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей.